Дорогие друзья, здравствуйте! Разрешите вначале поблагодарить Культурно-Просветительский Центр Архея, фестиваль истории времена и эпохи, за такой замечательный лекторий по истории, который в этом году организован. Тема сегодняшней лекции «Фронтир. 60 лет. Открытие рисунков в Каповой пещере». Действительно, в этом году отмечается вроде бы официальный юбилей, но когда мы говорим про открытие рисунков, мы сегодня поговорим про то, что такое «Фронтир» с точки зрения памятников пещерного искусства палеолитического времени, и есть некая интрига в том, действительно ли это 60 лет в этом году открытия рисунков или 60 лет объявления об открытии рисунков. Это очень такой интересный, деликатный момент. Мы привыкли, мы знаем, что вот есть одна дата, что Александр Владимирович Рюмин в 1059 году публикует сообщение, и в этом году сначала находит в начале зимы, и потом уже весной идут первые публикации. Вот перед вами, пожалуйста, фотография молодого еще капитана Рюмина. Рюмин окончил войну в звании подполковника. И еще одна архивная фотография из архива Рюмина как раз. Это он, вернее, члены его команды переходят в брод речку для того, чтобы подойти вот в конце 50-х, в самом конце 50-х годов к пещере. Но сначала давайте поговорим о том, что такое «Фронтир», но вернемся к теме «Фронтира» самого уже чуть позже. Мы знаем, что под понятием «Фронтир» понимается некая граница, куда доходят те переселенцы, скажем, североамериканские, в сторону индейских племен, где они начинают закрепляться. Вот с точки зрения памятников «Фронтира» и пещеры с палеолитическими изображениями, казалось бы, каповая пещера, она обозначена красным кружочком с еще одним кружочком в центре. Это действительно самое-самое восточное в Европе подземное святилище, которое очень похоже на то, что мы видим на территории Европы. Но на территории Европы на сегодняшний день также есть памятники, которые мы называем «Фронтиром», привыкли называть «Фронтиром». И если каповая пещера, она действительно нам кажется таким очень удаленным памятником, то и на территории самой Франции и Испании, в тех местах, где идет наибольшее распространение тех памятников, где мы их видим, мы видим также, что есть отдельные памятники, которые можно назвать «Фронтирными». И на сегодняшний день мы знаем два памятника на территории Румынии, также это пещеры с настенной живописью. И вот совсем недавно было опубликовано сообщение о том, что найдено как минимум две пещеры на территории Хорватии, то есть это Балканы, также пещеры с палеолитическими изображениями. То есть территория распространения увеличивается этих памятников, но чем отличаются вот эти фронтирные памятники, мы также в конце нашей беседы сегодня поговорим. Что такое каповая пещера сегодня, через 60 лет после открытия, и почему она нам так важна и интересна? Сама каповая пещера состоит из трех этажей. Нижний этаж занимает вот такая подземная река, очень бурная, а два верхних этажа — это этажи, которые посещались практически по всей своей длине, по крайней мере доступные без специального снаряжения, начиная с эпохи палеолита и заканчивая уже современным галоценным временем. Вот здесь вы видите череп, который мы обнаружили, он относится к эпохе позднего бронзового века, 12-9 века до нашей эры, и также уже средневековые стрелы. То есть люди действительно после палеолита, они не забывали пещеру, они приходили в пещеру, и, по всей видимости, отношение к ней было очень специальным. Это действительно был такой культовый объект. И, как ни удивительно, некоторые практики, которые человек начал осуществлять в пещере, связанные с такими ритуальными, культовыми вещами, они продолжились и в более позднее время в галоценовое. Мы не знаем, насколько они были связаны, несколько ли раз человек к этому сам приходил, или это было что-то продолжающееся, какая-то передача культурной информации. Но, тем не менее, пещера, начиная с верхнего палеолита, как минимум со времени 17-19 тысяч лет назад, посещалась достаточно регулярно. Что касается самого возраста, у нас есть радиоуглеродные датировки с точки зрения калиброванного возраста, календарного возраста. Это средние слои, культурные слои, которые мы исследовали. Это где-то от 16 до 19 тысяч лет. Есть верхние слои, которые у нас пока не датированы, от 16 до 12 тысяч, это точно. И есть еще нижние слои, то есть гораздо более позднее время, гораздо более раннее время, чем 19 тысяч лет назад, но дат у нас тоже пока нет. И у нас есть оранториевые даты. Вот мы сегодня будем так или иначе упоминать фигуру верблюда, которая два года назад была расчищена из-под кальцита в пещере. Вот это керны. Вы видите кальцит, между которым мы видим такой вот небольшой красочный слой. То есть мы достаточно уверенно можем судить о промежутке, в которой палеолитический человек нарисовал. Картинки уранториевый метод датирует время отложения кальцита, то есть время, когда закончилось кальцитеобразование на стене, когда человек пришел и уже по этой корочке начал что-то рисовать. И следующая дата, которая закрывает окно промежутка, это когда кальцит вновь над рисунком стал образовываться. Вот это для каповой пещеры достаточно большое окно. Вы видите, где-то от 37 до 14 тысяч лет назад. Но, тем не менее, мы уверены, что те рисунки, которые продатированы, а их продатировано методом уранториевого датирования достаточно много, они действительно все палеолитические. Вот это новое изображение. Оно совершенно чудесно, оно не имеет аналогов в палеолитическом искусстве практически. Мы знаем только из недалеко находящейся Игнатьевской пещеры изображение верблюдообразного существа. Мы раньше всегда говорили верблюдообразное существо, потому что не ожидали, что в Верхнем Палеолите люди действительно изображали верблюдов. Но на сегодняшний день мы вполне точно можем сказать, что да, оказывается, по крайней мере, на Южном Урале люди верблюдов изображали. Вот этот верблюд, если вы посмотрите, у него между горбами по телу приведена такая отдельная черта. Было достаточно много вопросов, является ли это признаком одомашнивания или уже использования верблюда в хозяйственных целях. Вы понимаете, что в эпоху Верхнего Палеолита люди, конечно, не одомашнивали крупных животных, а одомашнивали была только собака. Это прием, художественный прием, который характерен для каповой пещеры. И если мы посмотрим на другие какие-то рисунки, например, на изображение носорога или нескольких лошадей, то увидим, что там тоже изображены подобные полосы. То есть это не признак одомашнивания, а именно такой художественный прием, художественно-стилистический прием для изображения животных. Когда в 1959 году была открыта живопись на стенах каповой пещеры, была некая общая уверенность, и она продолжалась достаточно долго, до самого начала 80-х годов, что в пещере нет культурных остатков эпохи Палеолита. Вот и Николаевич Бадр, который первый из археологов начал работать на памятнике, практически не нашел культурных слоев или каких-то культурных остатков. И сложилось такое впечатление, что, как и на территории Западной Европы, в каповой пещере практически нет культурных остатков. То есть люди приходили, рисовали и уходили. Никакой ни ритуальной, ни хозяйственной бытовой деятельности в первые десятилетия после открытия рисунков обнаружено не было. Но начиная с 80-х годов, после изменения методик исследования, подобные следы стали появляться, мы стали их, наши предшественники стали находить. И уже в 2000-х годах, вот по сию пору, мы находим достаточно много культурных остатков, поэтому вот вы видите достаточно большое количество самых разнообразных значков на схеме пещеры. Это все самые разные следы деятельности человека, причем они не все ритуальные, это нужно очень хорошо понимать. Мы привыкли, что вот если памятник, мы называем памятник святилища, то это все. Это значит, что здесь будут только следы ритуалов. Но люди приходят в пещеру, они, естественно, они должны перекусить, мы это видим, при том, что они не приносят крупные какие-то ноги, я не знаю, бизоны или лошади, они приносят с собой, вы знаете, как в поезде, когда люди едут, да, они берут с собой курочку. Здесь они так сурка берут с собой, приносят вместо курочки, кушают. Зайчика тоже очень любили на перекус съесть. Плюс многие, мы увидим сегодня, многие рисунки сделаны на достаточно большой высоте, и для того, чтобы помочь художнику туда забраться, нужно построить какие-то конструкции, нужно принести какие-то бревна, слеги, да, то есть все равно хозяйственная деятельность на памятнике, она так или иначе присутствует. Поэтому говорить именно с точки зрения археологии, что подобные святилища — это исключительно ритуальные места, что здесь нету никаких следов ежедневной, повседневной деятельности, это будет не так. И мы это очень хорошо видим по тем археологическим предметам, которые мы находим. Мы представляем на сегодняшний день, откуда приносили сырье, как для изготовления каменных орудий, так и для изготовления украшений и каких-то небольших ритуальных предметов, потому что по-другому мы их пока никак не можем идентифицировать. Может быть, они не ритуальные, но нам такие другие неизвестны. Высококачественное сырье располагалось относительно недалеко от Каповой пещеры, в сторону Зауралья. Там огромные выходы яшмы, это яшмовый пояс Урала, поэтому люди за 100-150 километров, видимо, хорошо зная выходы камня, они туда ходили, приносили, и так или иначе эти предметы оставались в самой пещере. Теперь, что касается украшений из раковин, которые были сначала обнаружены в 80-х годах экспедиции Вячеслава Евгеньевича Челинского, а потом уже нашей экспедиции университетской в двух разных залах, это украшения из ископаемых моллюсков, из раковин ископаемых моллюсков, теодоксусов, которые не водятся, которые не водились, и их местонахождения неизвестны в горах Южного Урала. Это моллюски, которые жили в гораздо более ранний период, чем вообще человек появился на Урале. Действительно, ископаемые моллюски были уже в эпоху Верхнего Палеолита, и единственное место, где они водились, это Прикаспий, регион современного Прикаспия и побережье Волги. И самое удивительное, что кости верблюда, который был расчищен из-под кальцита в 2017 году, они также на Южном Урале практически не встречаются. Они известны в это время для Верхнего Палеолита, тоже в основном из района Прикаспия. Это, конечно, нам очень сильно помогло с точки зрения вообще понимания того, как жили, как организовывали палеолитические люди святилища. Потому что, когда впервые в 80-е годы стало ясно, что раковины для производства украшений приносены издалека, стал вопрос, ну не ходили же люди до Каспия, да? Ну, предположим, это тысячи километров. Ну, кто в здравом уме, в ледниковый период, мостов нет, дорог нет, хищников много, климат тоже не то, чтобы способствовать так далеко ходить. Поэтому появилась идея, что были некоторые коллективы людей, которые обменивались разными редкими, но ценными с точки зрения идеологии, мировоззрения вещами. И таким образом эти украшения из этих раковин попали в Каповую пещеру. Но когда была обнаружена вот эта фигура верблюда, стало ясно, что человек, который рисовал верблюда, он прекрасно его видел, он прекрасно его знает, да? То есть это художник видел верблюда. И даже если, предположим, эти верблюда, эти животные могли забредать, скажем, чуть ближе к Каповой пещере, там километров, ну пускай 700 километров, это очень много, да? Вот с нашей сегодняшней точки зрения, с археологической, 100-150 километров, о которых мы говорим, когда люди ходили за каменным сырьем, это нормально. Но 700 километров, 1000 километров, это уже очень много. Но тем не менее приходится признать, что на сегодняшний день другого объяснения, кроме того, что коллективы палеолитических охотников и собирателей в эпоху верхнего палеолита могли проходить очень большие расстояния, да? То есть они представляли очень хорошо себе это животное. Еще раз напоминаю, что изображение верблюда есть не только в Каповой пещере, но и в Игнатьевской пещере. И там тоже это палеолитическое изображение. Это, конечно, расширяет наши границы наших представлений или, скажем, границы наших гипотез о том, как жил, как передвигался, на что был способен человек верхнего палеолита в достаточно суровые, все-таки мне хочется это подчеркнуть, достаточно суровые времена. Когда мы говорим про Каспий, да, возникают резонные вопросы, был ли в эпоху верхнего палеолита Каспий таким же. Нет, он не был. Уровень Каспия то поднимался, то опускался. Было несколько трансгрессий. Но тем не менее, вот находки этих раковин, они нам говорят о примерно том же месте, где расположен современный при Каспий, да. Это очень четко нужно понимать. По крайней мере, мы верим специалистам, молокологам, которые занимаются изучением моллюсков. Сама пещера большая. Вот посмотрите, пожалуйста, я специально стараюсь каждый раз показать эти фотографии, чтобы оценить масштабы пещеры и почему, несмотря на то, что с 60-го года идут археологические исследования, тем не менее в пещере еще очень много неоткрытого, неизведанного. Вот это вот человек сидящий, вот если вы посмотрите, да. То есть пещера по-настоящему грандиозна, по крайней мере значительная часть ее залов. Есть небольшие залы, относительно небольшие залы, вот, но весь наш павильон помеется в каждой из залов, которые есть в пещере. Обратите, пожалуйста, внимание, что ряд рисунков, достаточно редких рисунков, кроме того, что я говорил, сделаны уже на значительной высоте, эти же рисунки являются одними из идеальных доказательств того, что люди, которые рисовали в каповой пещере, люди, которые организовывали святилища, потому что с точки зрения расположения рисунков и с точки зрения расположения культурных остатков, эта пещера, это святилище, оно очень четко зонировано. Есть несколько зон, и они замечательно читаются по самым разным археологическим следам, по категориям, в том числе культурных остатков, которые мы находим в культурных слоях. И вот здесь представлено изображение зооантропоморфа. Это вот такое полу... находящееся в полунаклоненном состоянии с хвостиком сзади такое существо. Оно представлено во многих пещерах Западной Европы, и во Франции, и в Испании, и всегда в одном и том же месте. Либо это одна из последних стен пещеры, то есть то место, после которого уже хода нет, все, мы остановились. Как правило, эти изображения находятся достаточно высоко, то есть они смотрят на тех, кто подходит снизу. Либо подобные изображения находятся в опасных местах. Вот если мы говорим про Каповую пещеру, то место, где находится зооантропоморф, это самая последняя стенка среднего этажа пещеры. И чтобы добраться туда, нужно пройти как раз вот зал, который я показывал, вот этот вот огромный большой зал, да, ну и понятно, что там передвигаться не то чтобы легко, даже сегодня с фонариками, не говоря уже о тех осветительных приборах, которые могли быть... Ну то есть это либо факел, понятно, вряд ли они ходили с жировыми чашечками, но тем не менее, то есть дойти туда и сегодня достаточно непросто. Вот как выглядят аналогичные вещи в пещерах Франции. Да, то есть это действительно персонаж, который является одним из основных не по количеству, не по частоте встречаемости, а именно с точки зрения его роли во всем ансамбле художественном. Он появляется последним, да, он выходит на сцену последний, но он есть, он практически есть во всех, то есть он есть во многих пещерах. И то, что он есть в Каповой пещере, показывает еще одну неразрывную ниточку вот с франко-кантабрийской зоной развития искусства, потому что ни в каких других пещерах Евразии и Австралии, за исключением Европы, Европы подобных существ, да, идентично нарисованных существ, человека-животного, они не встречаются. Кроме того, мы видим, что в Каповой пещере есть достаточно много вещей, которые ровно так же показывают нам неразрывную связь с франко-кантабрийской зоной развития искусства. Это и гравированные кости, это и разбитые плитки, это и кладики краски, причем мы не очень понимаем, для чего делались эти кладики. Было бы понятно, если бы люди приносили как некий запас на будущее, но вот эта краска, эти какие-то отдельные вещи, они спрятаны так, что понятно, что человек принес, положил и не собирался больше этим пользоваться. Очень часто задают вопрос, была ли, вот если те животные или те существа, да, как зооантропоморф, вот они нарисованы, понятно, что это что-то культовое, это что-то священное, а вот сама краска, она была культовой, священной, и судя по тем археологическим данным, которым видим, мы можем очень четко сказать, нет, краска не была, ею спокойно разбрасывались, это не был дефицит. Вот то, что это не был дефицит, это странно, потому что у нас были эксперименты, мы делали краску, я хочу сказать, что это, ну очень нелегкая такая работа сделать краску, а здесь ее килограммы, и люди спокойно ее оставляют, люди спокойно ее просыпают там, где они рисуют, то есть для них это действительно не дефицит. Но самое удивительное, конечно, это вещи, которые нам показали, что краска на стенах, изображение, рисунки на стенах не являются, как мы долгое время думали, единственным способом использования краски. Вот эти вот маленькие невзрачные красные пятнышки, это палеолитическое время, это верхний этаж пещеры, о котором мы еще поговорим, но удивительно, что они находятся очень далеко, это десятки метров от любых рисунков. То есть люди приходили в пещеру, в какой-то уголок, а это действительно уголок пещеры, и что-то делали с краской, неважно, они брызгались, они себя натирали, они рисовали какие-то узоры из баловства, как некоторые думают, или, как некоторые думают, из-за каких-то ритуальных надобностей. Но дело не в этом. Дело в том, что мы видим, что краска использовалась гораздо шире, чем просто прийти нарисовать рисунок или, например, подновить рисунки. Мы точно знаем, что в верхнем палеолите и у нас, и за рубежом, рисунки некоторые подновлялись. То есть люди регулярно приходили в пещеру, и если видели, что рисунок поблек, то они могли какие-то контуры довести. Но мы также знаем и в Каповой пещере, и во Франко-Кантабрии, там в памятниках, что порой некоторые рисунки стирались. Или, например, некоторая часть рисунка могла быть подновлена, а другая часть рисунка, она не подновлена. Почему так? Им, например, задняя часть животного уже неинтересна. Все, и так понятно, что мамонт, ну о чем тут говорить? То есть есть какие-то вещи, которые мы не понимаем, но благодаря очень таким точным, тщательным методикам мы можем поймать, и это очень интересно именно с точки зрения посмотреть, а что человек делал. Ну вот он приходил, вот как он передвигался по пещере, вот это удивительно. Мы ходим сейчас по пещере по тем же самым тропинкам, что и ходил палеолитический человек. Он там что-то постоянно терял, но мы тоже, когда в темноте идем, у нас из кармана что-то может упасть. За это сейчас очень сильно наказывают, тогда, видимо, не так сильно наказывали, но мы видим, что вот человек и в палеолите ходил, и потом в бронзовом веке ходил, потом в средневековье ходил, и он ходил одними и теми же тропинками. Это удивительно, но это факт. То есть вот эти какие-то вещи, они очень интересны с точки зрения понимания поведения человека от палеолита до наших дней. И мы видим, что какие-то машинальные вещи, например, выбор наиболее удобного пути, где ты меньше всего поскользнешься, где тебе меньше всего надо карабкаться. Вот как человек в палеолите там ходил, так он эти самые удобные тропинки для себя интуитивно находил, так потом в каждую эпоху люди ходили. Они не знали, где идти, там не было табличек «иди сюда» или «проходить только здесь, а туда не ходить». Но они интуитивно находили вот эти самые простые маршруты. Это действительно удивительно. Теперь, чем еще хороша и интересна Каповая пещера, мы видим, что человек и в эпоху Верхнего палеолита, и потом как точно в эпоху Средневековья, люди не боялись заниматься спелеологией. Дело в том, что средние и верхние этажи Каповой пещеры соединены огромным колодцем. Может быть, он вам покажется, его высота не… Это вертикальный колодец между двумя этажами. Это 13 метров. Может быть, он вам покажется не таким большим, да, но вот представьте себе, это все-таки 13 метров. Это нужно забраться наверх в полной темноте и, как ни парадоксально, туда притащить достаточно много народу, при том, что делать это регулярно. И как в Средневековье башкиры, которые скрывались на втором этаже во время каких-то междоусобных войн, или потом во время уже того, как Башкирия стала частью Российской империи, так и в эпоху Верхнего палеолита люди спокойно забирались вот на этот 13-метровый колодец, через этот 13-метровый колодец на самый верхний этаж. Ходило очень много легенд о том, что сверху есть все-таки туда спуск, потому что, ну, невозможно эти 13 метров в темноте преодолеть, тем более людям каменного века. Но на сегодняшний день все-таки становится понятно, что вот этот мифический лаз, он именно мифический, его нету, а есть только вот этот колодец, через который люди действительно ходили. И именно там расположены, наверное, одни из наиболее известных изображений Каповой пещеры, и первые, которые были открыты Александром Владимировичем Рюмином, а потом Николаевичем Бадаром. Но прежде чем перейти к ним, мне хотелось бы показать, что мы очень часто, когда говорим про каменный век, мы говорим, что человек очень хорошо представлял себе этологию животных, да, то есть манеру поведения животных. И вот если вы посмотрите, здесь это старый мамонт, так называемый, он идет куда-то далеко, здесь изображен бизон, а здесь изображен мамонтенок и, видимо, мамонтиха, да, то есть вот мы знаем эту замечательную, вы прекрасно представляете себе эти картинки, когда маленький слоненок идет за слонихой, потому что они так привыкли, это инстинктивное поведение. И вот здесь мы видим то же самое, то есть вполне вероятно и судя по тому, что масштаб достаточно четко соблюден в этой композиции, мы можем говорить, что здесь показаны в том числе и какие-то этологические, да, особенности поведения животных, которых, естественно, палеолитический человек наблюдал в своей жизни. И теперь зал рисунков, восточное панно, оно выглядело в 59-м году совсем не так. Были большие потеки, было очень много глины, но лошадка рюмина, она до сих пор так называется в том числе и в специальной литературе вот это животное, это был один из рисунков, который нашел Александр Владимирович рюмин. И с тех пор эта лошадка является одним из символов пещеры, потому что если с другими рисунками, которые нашел рюмин, мы сейчас еще будем об этом говорить, возникают некоторые споры и сложности, то именно этот рисунок позволил Отто Николаевичу Бадеру, когда тот приехал разбираться, действительно ли в пещере есть настенные изображения или их нету, он позволил сказать, да, здесь есть изображение и палеолитические изображения. Почему? Потому что Бадер здесь разглядел мамонтов. Да, и именно это позволило ему сказать, это не просто рисунки, а палеолитические рисунки, потому что понятно, что после палеолита никаких мамонтов уже на этой территории не было. Александр Владимирович рюмин удивительный человек. Впервые на Урал он попал еще до войны, будучи школьником, который ходил в кружок при московском зоопарке. И именно с тех пор началась его большая любовь к Уралу и к Южному Уралу особенно, и после окончания университета, после войны Александр Владимирович рюмин оказывается в заповеднике. Он оказывается в заповеднике не случайно, а именно потому, что в отличие от всех предложений о трудоустройстве в Москве, он был действительно совершенно замечательным биологом. До сих пор ряд его работ, как говорят биологи, не потеряли своей актуальности. Он был, кроме всего прочего, он был еще и практик, он, например, был замечательным Змееловым, и в свое время его это в жизни очень выручало. Так вот, Александр Владимирович рюмин, да, уже подполковник, вернувшийся с войны, человек, защитивший кандидатскую диссертацию, что по тем временам, вы понимаете, было достаточно сложно сделать. Он вдруг отказывается от всех предложений, которые ему поступают, и отправляется работать в один из самых маленьких филиалов башкирского заповедника, который потом становится отдельным заповедником на территории Южного Урала, для того, чтобы искать следы древней культуры. Он заранее рассчитал, достаточно долго, еще с довоенного времени, как я уже говорил, Александр Владимирович интересовался Уралом. И он, читая и участвуя в дискуссиях биологов, и зоологов, и ботаников, он знал, что ледник не коснулся Южного Урала. До сих пор там встречаются представители третичной флоры и фауны, то есть Южный Урал не очень сильно страдал от тех ледниковых условий, которые в это время были в Евразии достаточно широко распространены. И Александр Владимирович был уверен, что здесь можно найти такие же рисунки в пещерах, как во Франции и в Испании. Это была его мечта. И если посмотреть его дневники, видно, он действительно впечатлил огромное количество пещер. Он разработал свою систему поиска. И он, наконец, нашел. И, возвращаясь к интриге, действительно ли сейчас 60 лет обнаружения в этом году исполняется рисунков или нет, здесь кроется загадка. Сначала Александр Владимирович говорил, что он нашел именно зимой 59-го года. Но потом стали известны и другие его слова, что он нашел несколько раньше, но он должен был убедиться, он должен был ходить, смотреть еще, еще и еще, что там действительно есть рисунки. Более того, Александр Владимирович подошел к поискам рисунков как настоящий ученый, как настоящий специалист. Он не ходил с факелом, потому что факел и чат факелы, конечно, загрязняет стены и мешает поискам. Ему помогали жители окрестных деревень крупных, потому что носили с собой двигатель от трактора. То есть вот этот двигатель, который освещал благодаря прожекторам, которые с ним были, стены, и вот этот свет и помог найти вот эти рисунки, которые были, конечно, скрыты под достаточно большим количеством напластований, если не кольциты, то как минимум грязи. И вот если вы посмотрите, здесь есть некоторые рисунки. Александр Владимирович все-таки не был профессиональным археологом, да, и некоторые железистые натеки, некоторые формы природные он также принимал за изображение. Видимо, это послужило основой конфликта. С археологами. Но некоторые вещи, которым потом долгое время, по крайней мере, Николаевич Бадр не верил, он говорил, что этого не может быть, тем не менее, с течением времени по отношению к некоторым объектам, которые впервые определил как рукотворный именно рюмин, они подтвердились. Вот обратите внимание на этот скол. лошадки рюмина. Он находится прямо под изображением, практически прямо под изображением лошадки рюмина. Если вы присмотритесь, здесь будет голова, да, вот глаза, вот что-то типа носа, да, некая голова, дальше идет как будто спинная и шейная линия, а это можно уже воспринимать, там, трактовать как натеки, которые показывают шерсть, ноги или еще что-то. Вы видите этот скол. И Александр Владимирович Рюмин утверждал, что он был окрашен. Но здесь работали реставраторы в 60-е годы, естественно, многое отмывалось. Бадр не верил, что здесь есть следы окрашенности. Но даже после того, как это все было отмыто, отмыто в самых благих целях, не в смысле что-то скрыть, после тщательных поисков выяснилось, что есть следы окрашенности, да, а вот эти сколы, они не природные, а рукотворные. То есть человек действительно приложил руку, во-первых, к формированию силуэта, а во-вторых, пускай частичная окрашенность, пускай частичная окрашенность, но, тем не менее, здесь Рюмин был прав, какая-то часть вот этой естественной формы, она была окрашена. И Отто Николаевич Бадр, один из самых известных наших советских ученых, археологов, также выпускник Московского университета, долгие годы работавший на Урале, причем по самым разным причинам. Ему некоторое время нельзя было жить в крупных городах, потому что из-за неправильной национальности во время войны он провел совсем даже не за научной или преподавательской деятельностью, а в местах не столь отдаленных, как говорится. Но, тем не менее. И вот Отто Николаевич приезжает в пещеру, а дальше никто не верит, что на территории СССР могут быть открыты палеолитические рисунки. Это Франция и Испания, но никак не СССР, тем более кем открыты? Не профессиональным археологом, а биологом. Казалось бы, да? Ну не может биолог взять и случайно найти. А тут еще он начинает рассказывать, что он специально искал. И Отто Николаевич ходит с Александром Владимировичем, вернее, немножко не так. Отто Николаевич просто ходит по пещере, рюмин не приглашен, и он не видит ни одного рисунка. И он уже понимает, что он приехал зря. А вы понимаете, что если сейчас туда достаточно сложно добираться, то в те времена добираться было гораздо сложнее. И вот представьте, что они смогли забраться на второй этаж через вот этот вот колодец. Это тоже сложно, потому что это деревянные лестницы, полузгнившие лестницы старые, и подойдя вот сюда, сквозь самые разные глинистые вещи, сквозь потекшую краску, сначала обнаруживается лошадка. И Бадр понимает, что это действительно та самая лошадь. Он начинает последовательно изучать всю эту плиту и видит мамонтов. Да? Открытие состоялось. Все. Действительно. При том, что как ни удивительно, но и, я так понимаю, что и Рюмин это подтверждал, Рюмин мамонтов не увидел. Да? Это действительно находка Бадара. То есть вот здесь все по-честному, все без дураков. А дальше начинается сложная по взаимоотношениям ситуация между Рюмином и Бадаром. К сожалению, они не нашли общий язык и Рюмин был в результате уволен из заповедника. Это была трагедия. Да? То есть сначала человеку не поверили, потом его открытие было подтверждено, а потом его увольняют и не дают дальше работать. Рюмин. Вы видите, что Александр Владимирович Рюмин прожил очень долгую жизнь. Он ушел от нас только в 2006 году и до последнего, даже уже практически потеряв зрение, даже уже с трудом передвигаясь, он мечтал вернуться на Южный Урал, в Каповую пещеру, чтобы хоть как-то продолжить свои работы. Нужно ли винить от Николаевича Бадара в том, что произошло или нет? Я не думаю, что нужно винить. Просто сложилась такая человеческая ситуация. Она очень грустная. Но если мы посмотрим то, как происходили открытия, начиная с Альтамиры, мы видим, что первооткрывателям, как правило, отказывали сначала в доверии, а потом их судьба складывалась, если не совсем драматически и не трагически, то дальше с пещерой они практически не взаимодействовали. И здесь произошел тот самый случай. Но мне хочется подчеркнуть, что кроме того, что мы не знаем на самом деле до сих пор, когда именно были найдены рисунки, мы знаем, когда было опубликовано первое сообщение. В 1959 году, 60 лет назад. Вот это мы знаем точно. Поэтому, когда мы говорим про 60-летие, это действительно так оно и есть. Но вот то, что Рюмин поехал специально искать пещеру с настенными изображениями и нашел, мне кажется, это такое научное маленькое чудо. Потому что очень сложно себе представить такую целеустремленность, такую совершенно уникальную, по-хорошему уникальную упертость. И в результате такой результат. Сейчас, если мы посмотрим на пещеру, то многие эти пещеры закрыты. Закрыты и каповые пещеры для посещения туристов. Очень часто люди волнуются, они говорят, вот мы так далеко ехали, мы очень хотим посмотреть настоящие рисунки, почему же вы нам не показываете, почему вы нам показываете копию или еще что-то. Но здесь возникает один вопрос, понимаете? Дело в том, что после того, как рисунки были открыты во многих пещерах и каповые пещеры не исключение. Туда водили туристов. Но туристы мало того, что не всегда ведут себя так, как их просят вести, то есть пачкают стены, ходят туда, куда не надо ходить, даже в палеолите люди не ходили. Так еще люди дышат. Вот это вот все равно, даже если люди себя будут вести идеально, люди будут дышать. Мы выдыхаем в том числе углекислый газ. Углекислый газ оказывается на стенах, он осаждается на стенах пещеры и начинает стены разъедаться. А от этого рисунки начинают сыпаться. Вторая проблема – это в том, что мы не переодеваемся в спецскафандры, когда приходим в пещеры. Ну вот мы доехали до пещеры, неважно где это, Франция, Испания, Россия, Румыния, Хорватия. Мы входим в том же, в чем мы ходим на улице. И на себе, на своей обуви, на своей одежде мы приносим огромное количество микроорганизмов. И они начинают плодиться. А даже если это не микроорганизмы, это какая-то органика, которую потом эти микроорганизмы, которые занесли до нас, они начинают питаться, они начинают увеличиваться в размерах, и они также начинают поедать стены, на которых есть живопись. То есть, не допуская туристов до оригиналов, мы их сохраняем, эти рисунки, для того, чтобы, может быть, когда-то в будущем мы смогли придумать способ, как избежать этой естественной опасности, повреждения рисунков, так, чтобы потом туда можно было ходить. На сегодняшний день подобных технологий мы пока не представляем. Ни биологических технологий, избавления от этих разросшихся колоний, патогенные микробиоты, ни каких-то технических средств, химических средств, так как их можно было бы уничтожить. И есть еще один момент, почему во многие пещеры вход воспрещен. Дело в том, что осадка накопления в пещере идет по-разному, и очень многие вещи находятся на поверхности. И вот еще более ста лет назад и археологам, и просто любителям искусства, любителям культуры это было понятно. Сейчас я вам расскажу маленький, коротенький сюжет, насколько хорошо это было понятно. Есть такая пещера Тюгда-Дубер. На втором этаже пещеры есть малюсенький лаз. В него очень сложно пробраться, очень сложно пробраться. И на стенах около этого лаза, мы сейчас посмотрим, что за этим лазом находится, есть малюсенькие изображения вот таких вот зооантропоморфов, то есть человека-животных. Мы не понимаем, кто это. Мы не понимаем, то есть это какие-то фантастические животные, но тем не менее они есть. Так вот, в этой пещере было всего 800 человек. С 2014 года, когда она была открыта. То есть это очень мало, вы понимаете, да? Туда вход был закрыт владельцами пещеры с самого начала. Но даже те немногие люди, которые там были, ну это в основном археологи, случайно касаясь стены, где есть тончайшие гравировки, а это меньше десятой доли миллиметра вот эти линии, они стирали, уже несколько фигур стерты. Это случайность. Человек случайно плечом касается стены. Нескольких фигур уже нет. Они зафиксированы, но их в природе больше не существует, их больше никто не увидит. Да? Но это одна часть. Вторая часть, это если далеко-долго-долго-долго идти за этот лаз, можно увидеть небольшой зайчик, около которого вот эти знаменитые глиняные бизоны расположены. Вот так они еще выглядят. Нам нужно сказать, что здесь был еще один бизон. Именно скульптурный. Вот если вы посмотрите на картинку, то ситуация в этом месте такая. Есть два бизона, сделанных из глины. Есть один нарисованный на полу, бизон так хорошо прочерченный. И есть гравировка бизона на камне с другой стороны. Но лежал еще один маленький кусочек, вернее не кусочек, а кусочек глины, из которого был сделан бизончик. Что с ним произошло, почему сейчас его там не увидеть? Когда владельцы пещеры обнаружили вот эту композицию из бизонов, стало понятно, что это открытие потрясающее, неимоверное. Чтобы глиняные скульптуры, необожженные, сохранились в течение многих тысяч лет, а это более 15 тысяч лет назад, конечно, нужно, чтобы совпали самые разные условия, в том числе, чтобы никакие животные туда не ходили. Потому что, если, скажем, придет медведь, ложится в спячку, а они туда приходили перед этим в течение не одной сотни тысяч лет назад, он просто наступит и пойдет дальше. Вот здесь все сохранилось. Но когда приехал один из ведущих археологов того времени в 1314 году, посмотрел на это и сказал, «Я не знаю, что с этим сделают туристы, но они точно растопчат этого бизончика». И забрал его. Он отвез его в музей в Париже, сейчас его можно увидеть, все хорошо. Но это я к чему? К тому, что уже тогда было понятно, что бесконтрольное или даже контролируемое посещение в некоторых случаях ведет к утрате археологического материала, даже о котором мы можем знать, мы можем не знать. Но вот это вот посещение, оно может быть опасно для культурного наследия. Именно поэтому на сегодняшний день, именно поэтому на сегодняшний день часть пещер как в нашей стране, так и за рубежом, они закрыты. Потому что мы опасаемся, что кроме настенных изображений, которыми наиболее известны эти пещеры, пострадают еще и те культурные остатки, очень важные, которые являются неотъемлемой частью этих святилищ, но о которых мы пока еще не знаем, которые мы пока еще не нашли. И при том, что и Рюмин, и Бадр, они с самого начала были против того, чтобы Капова пещера была открыта для туристов. Они сразу поняли опасность вот этого неконтролируемого посещения. Это были огромные долгие переписки. И первый раз я был в Каповой пещере в 2001 году, она еще была открыта для туристов. То есть, действительно, относительно недавно, да, и Капова пещера, и Игнатьевская пещера совсем недавно, они стали закрыты просто потому, что поведение людей в этих пещерах, оно оставляло желать, к сожалению, лучшего. И до тех пор, пока не будут изобретены технологии сохранения, комплексного сохранения вот этого культурного наследия в пещерах, скорее всего, они, конечно, останутся закрыты. Вот как это выглядело 15 тысяч лет назад. И теперь, когда мы говорим о фронтире, да, мы уже увидели, что в Каповой пещере есть, она очень далеко, но от основного очага распространения памятников с настенными изображениями верхнепалеолитического времени, но стиль, поведение людей в самом святилище, какие-то нюансы организации святилища, нам говорят, что люди, которые жили и организовывали это святилище на Южном Урале, они понимали, что делали, и делали так же, как в то же самое время люди делали на территории Франции и Испании. Но и на территории Франции, да, и Испании есть памятники, которые отстоят отдельно, далеко от основных массивов скопления вот этих пещер с рисунками на стенах. Это знаменитая пещера Шаве. Да, мы привыкли говорить, вот Шаве, вот она такая вот прям изумительная, но это фронтирный памятник, рядом практически ничего нету. Вот вы можете смотреть, да, это же огромные расстояния, ну, по крайней мере, даже чтобы сегодня доехать на машине. Но ничего подобного, то есть вот основное место скопления, вот еще основное место скопления, здесь же Тюгда-Дубер находится, да, здесь уже идут ледники, ледниковые шапки, но пещера Шаве – это фронтирный памятник. И есть еще один памятник, о котором мы поговорим, потому что он по ряду даже не изображений, а по ряду поведенческих следов очень похож, и это очень интересно на капу пещеру. Это пещера Каскэ. Вы видите, что достаточно далеко до моря, да, но на самом деле это береговая линия эпохи Верхнего Палеолита, когда уровень моря был сильно ниже, да, потому что мы знаем, что когда ледники стали таять, уровень моря резко повысился. Нашли пещеру не спелеологи, хотя обычно мы привыкли, что кто находит пещеру, естественно спелеологи, но нет, в данном случае нашли дайверы. Они увидели вход в пещеру, заплыли, вот как этот берег выглядит сегодня, они заплыли и увидели изображение. Они поступили очень мудро, эти люди выплыли оттуда и отправились к археологам, и археологам был сделан подарок. Такая замечательная пещера, только войти туда нельзя. И люди, в том числе 60-летние, да, которые, казалось бы, уже точно не собирались становиться дайверами профессиональными, а там 30 метров. Они сказали, ну хорошо, мы освоим акваланку, и они освоили его. И они туда постоянно ныряли, они работали там, да, но. Вот вы видите, да, вот эти вот изображения, это одно из панно так называемых маленьких лошадей. То есть археологи, когда нужно, и дайверами становятся. У нас есть подводные археологи, это понятно, что они хорошо умеют работать, но тем не менее. Даже 37 метров. Вот как это выглядит сейчас, да, 37 метров надо опуститься, а дальше уже иногда по пояс в воде исследовать вот эту пещеру замечательную. Здесь много животных, и, конечно, была сенсация. Эта сенсация, она сейчас уже поутихла, просто потому что перестала быть сенсация, но в свое время была сенсация. Представляете себе, значит, еще раз, верхний палеолит – это Франция. И находит изображение пингвина. Но вы же понимаете, что пингвины во Франции не живут. А здесь изображение пингвина, и никто с этим сделать ничего не может. Соответственно, все понимают, что это безумие, потому что Антарктида далеко, Чили далеко. Никаких костей пингвинов, естественно, никто никогда не видел. И начинают придумывать самые безумные идеи, что однажды айсберг откололся, привел сюда пингвинов, их увидели и немедленно нарисовали. Но все понимают, что что-то не так. Археологи в недоумении. Очень долго все изумлялись. Было несколько статей про пингвинов со словами «пингвин». Ну, действительно, все не понимали, что делать, но они видели, ну, вы же видите перед собой пингвина, да? Ну, все же в зоопарке были. И тут, наконец, пришла идея обратиться к биологам, а именно к корнитологам, которые занимаются птицами. Тут они начали смеяться над археологами. Говорят, что сами пингвины – это обыкновенная гагарка, которая еще в начале XX века, замечательно на этом же побережье существовала, но была выбита селянами. Но, тем не менее, это известные птицы, и вот ее-то как раз кости, они хорошо известны и в культурных слоях, и везде. Ну, как бы, ладно, все успокоились, поняли, что они пингвины, географические представления прекрасно восторжествовали, но то, что действительно только в Каске существует – это изображение медуз. Вот изображение медуз – это действительно… нету больше изображений верблюдов, да, вот в Капово известны, в Игнатийске известны, больше неизвестны. Вот ровно так же в Каске – это изображение медуз. При том, что уже, естественно, сразу обратились к специалистам по медузам, уже попросили подтвердить, и сказали, да, действительно, замечательные, хорошие медузы, все хорошо. Но, к чему я все это говорю? Понимаете, фронтирные памятники, они могут отличаться набором. Обратите, пожалуйста, внимание еще, что касается пещения, когда говорят, для чего делались памятники, или была очень распространенная идея, что пещеры с верхнепалеолитическими рисунками – это место инициации подростков. Вот пришло время им перейти в другую полувзрастную категорию. Вот их туда приводят, пугают, там, шрамируют, рассказывают о том, как устроен мир, и вот тут-то они и становятся взрослыми. Но чем дальше мы сейчас исследуем, последние, по крайней мере, 15 лет, мы понимаем, в смысле, мы, как археологи, мы понимаем, что на самом деле в пещеры ходили люди самых разных возрастов. И вот пещера Каске, которая хорошо сохранилась благодаря тому, что вход в нее был затоплен, показывает вот это вот очень хорошо. Ряд, вот вы видите здесь отпечаток ладошки, это отпечаток ладошки ребенка на мандмильхе. Мандмильх – это такое белое образование, как влажная мука на стене пещеры. И вот ребенок, ему сказали, ему попросили приложить руку. Это был своего рода особенный какой-то знак, потому что мы знаем много отпечатков ладоней в пещерах, часть из них без пальцев, это совершенно отдельная тема для разговора. Но посмотрите, пожалуйста, что явно ребенок сидел на плечах у взрослого, и взрослый был достаточно высокий – метр восемьдесят пять. То есть вот очень многие легенды, очень многие стереотипы о палеолитических людях, что они такие маленькие, коренастые, не очень умные, они, как правило, разбиваются, когда ты начинаешь изучать археологический материал. Да, нормально, вот идет папа у него, или мама, да, пожалуйста, метр восемьдесят пять. Вот сидит на шее ребенок. Вот нужно, чтобы он приложил руку к стене. Ну вот почему-то это нужно. У них так принято. Вот он просит – приложи, ребенок так чуть-чуть мажет, и все, и идут дальше. То есть пещеры не являются объектами для проведения какой-то одной небольшой ритуальной практики. По всей видимости, очень много самых разнообразных практик, как ритуальных, так и символических, возможно, и хозяйственно-бытовых, и точно социальных, вот в этих пещерах проводилось. И что еще интересно в… Извините, что так много текста. Что еще интересно в Каске, и чем Каске еще, кроме необычных животных изображений на стенах, родницы с Каповой пещерой? Это практики сбивания кальцитовых натеков. Во многих пещерах за рубежом это есть, но в Каске это видно очень хорошо. В Каске очень хорошо, просто замечательно исследованная пещера, и мы понимаем, что есть места, где люди сбивали кальцитовые натеки, но, во-первых, эти кальцитовые натеки не мешали людям ходить. Было предположение, что это последствия землетрясения, но в местах, куда человек не мог дотянуться, куда было сложно дотянуться, все кальцитовые натеки даже очень тоненькие на месте, то есть явно не землетрясение. Но самое главное, что этих натеков рядом практически никогда нет. Их выносили. Для чего их выносили? Это совершенно другой вопрос. Да? Мы знаем по современным этнографическим практикам, другой вопрос, можем мы их экстраполировать на эпоху ледникового периода или нет, это другой вопрос. Но люди отламывали крупные куски кальцита, кальцитовых натеков и уносили с собой. Мы это видим по разным пещерам, и в том числе на фронтирных памятниках, таких как и Каске, и видим и Шаве, и, конечно, в Каповой пещере это тоже встречается. Вот таким образом, вот эти пещеры, к которым относятся и Каповая пещера, они, с одной стороны, содержат иногда пещеры-фронтиры, вот самые дальние, самые рубежные пещеры, с точки зрения, видимо, нельзя сказать, что мы это хорошо понимаем, распространение вот этой верхней палеолитической культуры. Организация пещеры, организация поведения в пещере, они везде практически одинаковы, если это большое, крупное подземное святилище. Но есть некоторые особенности, которые показывают, что человек дошел до предела, здесь он дошел до моря, все, дальше ему уже некуда идти. И вот появляются какие-то особые животные, которым он показывает, палеолитический художник, что все, дальше мы не пройдем. Вот эти гагарки, которые живут на побережье, вот эти медузы, все, за ними мы дальше не пройдем. И точно так же мы видим в Каповой пещере, да, верблюд, все, да, там есть еще мир, мы понимаем, что он есть, потому что кто-то туда ходит, еще что-то, но вот мы, наше святилище, то, что мы считаем своим, вот центр здесь, да, мы показываем, мы видим это, мы знаем это, но все равно это рубеж, это фронтир. Вот этим, конечно, очень сильно, видимо, отличаются вот эти вот памятники, которые мы знаем. Так же, как, скажем, в пещере Шаве, мы знаем достаточно большое количество, ну, некоторое количество животных, небольшое, отдельных видов, которые мы в других пещерах не видим, например, леопард. Вот, казалось бы, где мы, где леопард. Да, есть подозрение, что они водились там в это время, но их изображений мы, конечно, никогда не видели. И, заканчивая сегодняшний разговор, конечно, нужно отдать должное и действительно искренне поблагодарить вот этих вот совершенно замечательных людей, Александра Владимировича Илюрюмина и Николая Ильича Бадера. Они очень разные. Они один смог обнаружить и открыть вот каповую пещеру, да, вот это подземное святилище верхнепалеолитического периода с изображениями на стенах. Отто Николаевич смог увеличить в десятки раз количество этих изображений. Он смог начать поиски, пускай ему казавшиеся неудачными, но на самом деле они были удачными, культурных остатков самой пещеры. Но без их работы в тяжелейших условиях мы бы не имели такого памятника и не представляли бы себе столько нового о том, как жил, да, палеолитический человек. И, в принципе, когда мы на сегодняшний день смотрим, мы понимаем, что вот это наше исследование палеолитических практик, оно отвечает очень многим тем современным вопросам, да, о том, что такое сознание, что такое поведение. И это замечательно, что и на территории нашей страны мы можем это изучать. Не только читать в книжках, не только смотреть фильмы о том, как это где-то изучается, но и на территории нашей страны мы можем тоже это изучать. Но это все благодаря вот этим вот замечательным людям. Александру Владимировичу Рюмину и Николаевичу Бадру. Спасибо большое за внимание. Вопросы, пожалуйста. Воспользуюсь тем, что микрофон у меня. Два вопроса. Первый вот по поводу вот этого их такого роскошного отношения краски, в смысле неэкономного, да, откуда они ее брали. Понятно ли? А второй вопрос. Я понимаю, что материальная культура не может ответить на этот вопрос, но тем не менее. Вот эта вот история взаимоотношения человека с пещерами, есть ли какие-то гипотезы вот возникновения предпосылка этих взаимоотношений? То есть, казалось бы, это противоречит там какому-то инстинкту самосохранения, да, особенно вот эта история с колодцами. То есть вообще как бы почему? Спасибо. Я, наверное, начну тогда с первого вопроса. Он более простой. С помощью наших коллег, представителей естественных наук, в ряде случаев мы можем ответить, откуда брали краску. Это минеральная краска, это, как правило, бурый железняк, который размалывали, толкли в порошок, с чем-то соединяли с водой или еще с какими-то вещами. Ну, например, с растительным маслом. Вот мы знаем, что в эпоху Верхнего Палеолита, ну, по крайней мере, на территории Франции есть результаты таких анализов, иногда это было растительное масло. Но мы не знаем, чтобы человек, например, размешивал с кровью или жиром. Вот вы знаете, это знаменитая такая, действительно очень знаменитая тема, что человек добавлял жир и кровь, чтобы вот там разные культовые вещи. Нет, ничего подобного, мы такого не знаем. Вот по результатам анализов мы такого не знаем. Из этногрозии мы прекрасно знаем подобные вещи, да. Но вот именно по результатам естественно-научных анализов палеолитической краски нет, такого мы не знаем. И, как показали результаты работы наших итальянских коллег, если на расстоянии 5-7 километров мы не можем найти выходы вот этого бурого железняка, дальше искать практически бесполезно. Есть один еще рубеж 20 километров вокруг пещеры, но это уже очень сложно. Почему? С эпохи верхнего палеолита очень сильно изменился рельеф. Тогда что-то было открыто, потом это, скажем, покрылось дерном землей. Или сейчас это открыто, но тогда было закрыто. Но в каповой пещере нам повезло. Вокруг есть выходы бурых железняков и, по крайней мере, для изготовления части краски человек брал бурые железняки около пещеры на расстоянии от 2 до 6 километров. Это мы точно знаем, это подтверждено, это опубликовано, так что здесь у нас сомнений нет. Далеко ему не нужно было эти булыжники таскать. И, да, то есть, ну, я надеюсь, я... Да. А вот что касается того, как... Мы знаем, что человек, в принципе, задолго до верхнего палеолита использовал пещеры как убежище. Гораздо менее опасные. Но когда человек начал, да, вот почему так происходит, мы не очень хорошо знаем. Мы знаем замечательный памятник грот Лазаре, там пещера Лазаре, там жили неандертальцы, которые не просто использовали пещеру, они еще ее модифицировали. Большая, холодная, неуютная пещера. Они пришли туда в холодное время года. И просто находиться там было очень некомфортно. В результате что сделали находчивые неандертальцы? Около естественной стены пещеры они воздвигли искусственную стену и сделали перекрытие, крышу. И сверху украсили там головами волков все, да, чтобы никому скучно не было. То есть задолго до Homo sapiens, в принципе, представители рода Homo, они использовали пещеры. Когда так получилось, мы, я не знаю, не думаю, что на этот вопрос есть ответ. Просто не представляю себе. Спасибо. Я хотела поблагодарить за лекцию и спросить, во-первых, насчет этого верблюда многострадального. Я так поняла, что найдены кости. Нет, найдены изображения. Кости на Южном Урале практически неизвестны. То есть просто его видели, его туда не приводили. Нет, нет. Ну или у нас нет таких данных, но они не приводили точно. Тогда не было сельского хозяйства, он был не одомашненным. То есть они видели диких верблюдов. Но здесь вот по поводу верблюда и почему его рисовали. Помните, мы всегда говорим, мы привыкли к тому, что человек рисует еду. На самом деле по огромному количеству статистических данных в большинстве пещер нарисованы животных, на которых не охотились в то время, как рисовали. То есть рисовали не еду, а то, что ели, не рисовали или почти не рисовали. Так вот что касается верблюда. Я не знаю, кому-то посчастливилось попробовать, если есть вегетарианцы, извините. Вот. Но если кому-то посчастливилось попробовать верблюда, те знают, что даже трехлетний верблюд уже очень жесткий. Нужен непомерный, практически магический кулинарный талант, чтобы это можно было есть. Обычно едят верблюжат. Да, то есть вот можно наверняка догнать там из засады как-то этого верблюда добыть. Но есть его практически... У него очень жесткое мясо. И считается, что вот только верблюжат, они годятся в пищу. То есть вот то, что его нарисовали, это не значит, что это было любимым лакомством человека. Это значит, что в их мировоззрении он занимал особое место. Это значит, что люди туда-обратно ходили не один раз. А вот вопрос про фигуру эстрофрир, вот антропоморфную. Её очень часто называют шаман. То есть это просто... Да, колдун, шаман, да. А вот наши эти никак не... Зоантропоморфы, нет. Дело в том, что это терминологическая научная часть. И поскольку считалось, что мы этнографию можем напрямую экстраполировать на палеолит, то все себе представляли, что есть шаманы современные, да, там, 19 века, которые во время шаманских танцев надевают на себя шкуру, там, рога животных, и считалось, что это именно изображение шамана. На сегодняшний день, ну, значительная часть ученых считает, что это не шаман, а именно какое-то существо, да, там, первопредок, ну, кто угодно. Мы не можем сказать, кто это. Но есть впечатление, что это именно не человек в накинутой шкуре. То есть ни доказать, ни опровергнуть мы не можем. Это уже наша фантазия. Именно оттуда родилось вот это вот название колдун или шаман. Расскажите, пожалуйста, какое изображение верблюда нашли? Вы знаете, у нас мало времени, я предлагаю кулуарно это рассказать. Она печальная история, поэтому я лучше не буду ее... Сейчас, а потом кулуарно я уже буду готов. Спасибо. Вопрос еще один. В окрестностях Каповой пещеры крупных стоянок людей не находили? Нет, это огромный проблем, спасибо большое за вопрос. Обычно, когда мы говорим про Францию и Испанию, мы понимаем, что вокруг огромное количество стоянок, обыкновенных стоянок, и что вот это вот есть некое святилище, куда пришли люди, они не жили в пещерах с изображениями на стенах, и потом они расходились условно по домам, даже если там за 200 километров. Но все равно по домам. На Урале очень сложная ситуация, у нас нету в принципе практически на Южном Урале, нам не известно ни одна крупная стоянка, и в Поволжье рядом неизвестно, и в Зауралье неизвестно. Мы не знаем, где они жили, при том, что это огромное святилище. Мы, видимо, не там ищем. Да, то есть вот с конца 30-х годов на Южном Урале идут поиски, и пока в пещерах мы видим достаточно много небольших следов, таких вот маленьких культурных свидетельств того, что человек заходил, что-то делал, выходил, то есть люди были. Но чтобы нормальную стоянку, практически их не знаем. И это одна из самых больших загадок на сегодняшний день. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Спасибо.